что такое что такое здравствуй здравствуй галенька это мой друг ват а это галенька моя радость очень приятно очень молодец очень рада спасибо приятно кстати как там храме было у меня сегодня не получилось народу не так много было скорее всего все по отпускам разъезжались о чем это так задумался поверить не могу то еще в этом году мы совершенно случайно встретились теперь моей жизни есть вера да удивительный случай и такое приятное воспоминание дорогой извини пожалуйста но мне нужный аэропорт за подругой она приехала из командировки вы дальше сами справитесь конечно посуду помоемся уберем возьми такси дорогой давай как у вас тут все хорошо все так получается галя так вкусно все приготовила просто идеальная семья как это так у вас ты о чем это что ты имеешь в виду что идеальное ну честно говоря мы с женой постоянно ссоримся то это ей не нравится то еще что то не так постоянно одни ссоры вот я например повышение скоро на работе получу командовка будет побольше а ей все равно что то не так так сказать чем именно чем именно она не довольна даже не знаю даже не знаю что она хочет тебе сказать ну а что там может быть еще такого если карман побольше то если вы хорошо но знаешь это для тебя хорошо а для нее может быть что то другое важнее и ты знаешь в семейной жизни очень важно слышать друг друга и иногда необходимо чем-то пожертвовать на нелюбимого человека вот например святые Петр и Феврония они служат сам идеалом семейной жизни и они нам показали что именно взаимопонимание и жертвенность являются залогом таких мирных отношений ты о них слыхал? нет, первый раз не слышал о, ну тогда у меня для тебя есть очередная хорошая история Петр был князь на Руси в Муромской земле а княгиня его жена Феврония была вообще-то простой лединкой а начиналось все следующим образом в княжеском дворце живут Муромский если найдется лекарь который сможет вылечить князя Петра он получит большое вознаграждение Говорят, он со змеем сражался от поганой крови змея убитого с нашим князем хоть приключилась неисцелимая теперь никак язва не проходит как же мы будем без князя? ой, немедленно соберите концов пусть еще раз поищат лекаря то сил моих больше нету княжа присядьте вам взять в эту воду что за беда то какая господи помилуй дорогой княжи я надеюсь, мальчика, мы нашли лекарь недалеко в селе да? где? мне надо знать меня захотелись хорошо, хорошо я слушаю вас в селе Маслова лекаря в районном молитве населяет надо бы к нему набедаться тогда решено немедленно все хорошо, я понял я надеюсь, что этот лекарь и на самом деле такой искусственный что сможет мне помочь все едем едем в соседнее село это именно он и он заболел и он будет искать себе сейчас исцеление последняя надежда осталась вообще в Святцах назовем его монашеским именем Давид но пока ему до Святости далеко а сейчас мы переносимся в деревню под названием Ласково вы достигли фунт насочения он наводится по левую сторону и красиво красиво вылечишь а вылечишь а вылечишь щедро благодари я пробую тебе помочь я Но будет у меня одно условие. А каким же оно будет? Я могу тебе дать столько богатства и золота, сколько хочешь? Дракоцарности мне не нужны. А что же, Ходж? Хочу я только, чтобы ты жены не взял. Ну, пусть будет. Я, пусть сейчас встречаю, не знаю. Потом разберемся. Пусть сначала вылечит, а то никому не удалось. Если ты хочешь, чтобы я тебя жена взял, то ты тогда... О, из этого рубашку мне сжил. Из этого рубашку? А ты, княжи, тогда мне из этого сначала прялочку с ельтенантом делаешь. О, а мудра же она. Удивила ты меня? Не могу я больше. Что мне нужно делать, чтобы ты меня вылечил? Слушайте тогда внимательно. Вы сейчас банку столите. И князя-батюшку хорошенько попарите. Я пока схожу за смазку с надуви. Каждую язвочку нужно аккуратно смазать. Но одну оставить не тронутую. Поняли? О, хорошо. Держи. А ты пойдешь со мной. А ты пойдешь со мной. Ваньке поможешь. Ваньке поможешь. Точно все помазали? Да. По-моему, да. Я себя чувствую так бодро, свежим, как новорожденный. Помоги одеться. Понял. А, так это девица? А как она задумала? Хотела княгиней стать? Нет. В общем, поедем мы. Оставьте ей драгоценности. И будет с ней. Что же, как она? Поехали. Что это такое? Разве он Февронию просто так бросает? Ну да. Вот так. Вперед и бросает. Но он же ей обещал. Да. Обещал. Бедная Феврония. Мне ее так жалко. Мне тоже. Вон она, кстати, идет. А князь что? Без меня уехал? Не тревожься. Он скоро вернется. Это я знаю. А я почувствую, что в душе он услухает. И на самом деле знает, что неправильно поступил. Что обещание-то не исполнил. Да и язвочку-то одну он не помазал. А даже не спросил, почему. Да. И вправду. О чем он только думал, когда ему сказали все язвы помазать, кроме одного. Да. Тому, что случится, было суждено случиться. И это был путь князя Петра на пути к его судьбе. И вообще-то он был хороший князь. Но ему еще нужно было встать и дорасти до покровителя семьи. Ну а его проступок, конечно, в скором времени проявится в полной мере. О, вы это слышали? Что же такое? Неужели князь опять заболел? Нет, княжи, это я виноват. Не помазал все язвы. Нет, ты не виноват. Это я виноват. Я своего обещания не исполнил. Это я виноват, потому что, получив исцеление, не сделал в ответ ровно ничего. И теперь она опять распространилась. Мне все-таки надо вернуться. Запрекайте к ней. Едем обратно, ласково. Ты добрая девица, скажи же мне, как же твое имя? Ты вернулся, князь Батюшин. Звать меня Февроний. Февроний? Нет, ты прости меня, пожалуйста. Просила я тебя, не использовал твоего обещания. Вот и пришел с победой. На этот раз я тебя возьму с собой, жены. Ну-ка, исцели, пожалуйста. Я очень рада, князь, что ты вернулся. И с радостью тебе помогу. Сейчас только служу за Махи. Князь, она же не может. Чего не может? Вы, ну, твоей киньи, она же дочь Леволаза. Ну, хватит. Я должен исполнить свое обещание. И это мое княжеское слово. Ведь лудрая же она. Она недаром знала, что я приду. А, смотри-ка, влюбился. Неужели он думает, что она может стать княгиней? Вот как все получилось. А я-то думал, как они опять встретятся. Ну да, конечно. Это была их судьба. Теперь что, обратно в Муром? Ну нет, история еще не закончилась. Сейчас он возьмет и вронию в жены, но боярам не по нраву такое решение. И очень скоро князь Петр почувствует. И это что, все? Happy End? Им предстоит еще пострадать. Все, совещание начинается. А где? Стул для моей пыли. Кто пришел на совещание? Ты! Уходи отсюда! Так, что же у нас сегодня? Обсудить надо? Должен нам казну напомнить. Скорой урожай собирать, можем потребовать десятую часть зерна съем. Еще крыши, конюшнице совсем сгнили. Пребуется ремонт. Хорошо. Февроник, как думаешь, как нам стоит поступать? С тех пор, как она во дворце, он совсем перестал с нами советоваться. Да он только и советуется с этой девицей. Что она вообще может? Она, наверное, всю жизнь только пила рубашкой и долечила людей. А вы видели, что она крошку сестра собирает? Сразу к ней лепашки в нищу и ведется. Даже на кухне, на кухне, на кухне. И на кухне. Нам нужно от нее избавиться. Не можно нам просто людей слушать. Все ясно. Мы поставим ультиматум. Или она, или трон. К ней даже не подкопаешься. А давайте вот так. Скоро будет февр. Она хотела помочь нам. Пусть помогает. Море интузию мы отравим. Тогда все ее возьмут и пьют. А еще, простим звук, как она видела. Точно, ультиматум. Или она, или трон. Все. Замещание наше разрешено. Я всех вас отпускаю. Вечеря трудно стало в мюрнаме. Ведь с появлением февронии все стало намного труднее. Она не по нраву стала боярам. Возненавидели ее. Они постоянно стараются что-то подстроить. Слухи рассказывают о нас. Очень трудно. Ведь если все так будет продолжаться, то грозит опасность к нам. Я должен что-то предпринять. Но не могу же ее просто оставить. Она же все-таки моя жена. Ее не могу бросить. Но как выбирать между княжеством? Может мне ее подальше отправить? Чтобы, и дай бог, не случился смут. Да, Феврония, что же тебя тревожит? Я думаю, что здесь нет места. Я чувствую, что только я мешаю. Я очень рада быть с тобой вместе. Мы только мира и добра желаем. Но здесь меня не принимают. Все гонят и отходят стороной. Бояре-люд наш страхом наполняет. Я не желаю роли таковой. Что же хочешь ты мне тем поведать? Чем ты хочешь со мной поделиться? Расскажи мне. На российском. Монастырь в мире удалить. А как? О чем же ты глаголишь? Разве себя к такому бы не волишь? Я ради блага княжести всех родителей. Я то готова, если ты посоль. Трудные времена нынче настаиваю. Много дел на тебя слою. Да и пояре смуту какую-то придумываю. И чувствую я, что это все по моей дине. Не хочу я быть причиной Азбора. Поэтому лучше мне уйти, княжка. Поверить не могу своим глазам. Поверить не могу, что я услышал. Передать словами не могу отвагу моей жены. Она готова в монастырь уйти, оставив все приобретенное позади. Как же не было ни чуточку сомнений в ее словах. Такая самоуверенность. Такая сила. Из-за чего же это? Это все из-за любви. Она готова собой пожертвовать. Ради княжества своего. Ради мира среди боя. Ради любви ко мне. А как же я это раньше не замечал? Ведь она же всегда со смирением принимала все как путь. Никогда не перечила и все слышала. Господи. Благодарю тебя за такую жену, но которой я равным ничего поставить не могу. Никакого дара не имею. Что же я могу сделать? Что же я могу ради милы сделать? Я знаю. Все бояре, собирайтесь. Молвлю слово. Что случилось? Правда. Где корона? Подайте корону. Я, имея выбор между княжеским и брачным обедом, решаю, что ухожу я из княжеса Мурома, ухожу со своей княгини Февронии и оставлю вам, боярам, править этим княжеством. Таково мое слово. Я поверить не могу. Этот князь так просто и ушел. Да. Взял, решил и ушел. Ну а как же княжество без князя? А вон эти. Вообще, скорее всего, ничего не понимают. Если Петр, только с Февронией советуется. Нет, спокойно, спокойно. Но немножко они что-то смыслили в управлении княжеством. Ты какой умный. А я, конечно, упрочем, четыре языка знаю. А я специалист по кибербезопасности. То, что ты на телефон антивирус скачал, еще не делает тебя специалистом. Тебе фронт-телефон. Ну обезите мне, что это такое? Тебе фронт-телефон. Ты, конечно, прав. Ситуация из ряда вам выходящая. К тому же у князя Петра не было наследников и прерывался вообще весь его род. Но между трудным решением и еще более трудным князь делает единственное правильное решение и выбирает самое высшее. Он выбирает пожертвовать всем ради своей любви. Так значит, любовь в самопожертвовании проявляется? Да, именно так. И запомни это, друг мой. Так оно и есть. И, кстати, у меня есть еще одна небольшая история о супругах Делли и Джимми. Это была супружеская чета, которая жила весьма бедно. Снимали они скромную квартирку и едва сводили концы с концами. Но у них была взаимная любовь. Ну а из таких материальных драгоценных степных было всего две. Это шикарные локоны самотеллы и наследованные от отца и прадеда за золотые часы Джима. Да, не густо, конечно, я наторговалась с Зеленчуком, Бокалечником и Весняком. А ведь скоро день семьи. Я так хотела сделать подарок своему дорогому Джиму. Да, времена, конечно, нынче трудные. Этот кризис, как всегда, не вовремя. Да и Мисс Фрей подняла нам ореховую плату с нового месяца. Но жаловаться мне грех, ведь мой супруг, он просто самый лучший муж на свете. Он работает с утра до ночи для нашей семьи. Это просто самый прекрасный супруг на свете. А с подарком, да, один доллар восемьдесят центов, конечно, не густо, но я, кстати, что-нибудь придумаю. О, кажется, у меня появилась замечательная идея. Ведь месяцей он давно предлагала купить мои волосы для своих париков. Чего ж не пожертвовать ради любимого мужа? Я пошла к ней. Я, наверное, самый счастливый муж на свете. Ведь я смог купить своей дорогой Делле тот гребень, который она так хотела. Ее роскошные волосы – это самое большое богатство мира. Она достойна только самого лучшего гребня. Да, жаль, конечно, что мне пришлось для этого заложить те мои золотые часы, которые достались из деда в ломбард. Но работать придется много десятков лет для того, чтобы уходить в ломбард. Но все равно для меня нет ничего лучше, чем радость на ее лице. Что-то не так? Нет. Тебе не нравится моя новая прическа? Нет, Делла, ты, как всегда, прекрасна. Просто я был немножко удивлен. Чего? Ну, неуместности своего подарка. Я хочу подарить тебе вот этот гребень, который ты так долго хотела. Джим, это же тот самый гребень. Самый лучший на свете. Джим, спасибо тебе большое. Мои волосы когда-нибудь отрастут. Ну, лет 20-30, подумаешь. Но зато у меня есть для тебя тоже подарок. Это новая цепочка для твоих часов. Ты же так давно о ней мечтал. Что-то не так? Да нет, просто для того, чтобы подарить тебе этот гребень, я заложил часы в ломбард, и теперь мне к чему примерять цепочку. Ну, ничего, не расстраивайся никогда. Самое главное, что мы есть друг у друга. Это самая главная наша ценность. Да, с праздником семьи тебя, дорогая. С днем семьи, любимый. Именно для этих двоих, Элла и Джима, любовь означает жертвенность, и они проникли в самую глубинную ее суть. Несмотря на сил, бедность и лишения, они не перестают радоваться друг другу. Нет, все-таки власть даже мне принадлежать. Я могу создавить связи с другими княжьей свадьбы. Руки убрал, руки убрал, ты что хочешь? Я правая рука князя. Говори! Я больше всех достойен встать на его место. Под моим руководством союзная армия. Будучи воеводой, я не так буду на тобой брать. Это я должен быть. Вообще-то я из самого знатного рода. И буду богаче вас. Поэтому я должен быть князь. Кому тебе, а не трон? Понял? Показать, что плей. Показать, что плей убрал. Сюда сел. Что вы делаете, опомните. Если так будете продолжать, никого из вас не останется. На что вы делаете? Остановитесь. Правду, что не можем мы княжество без кровопролития. Истинно, истинно. Не может существовать княжество без князя на крови. Если мы ничего не предприним, на санец, на стороне ищетам, и все будут болеть, не могут так продолжаться дела. Нам нужно вернуть князя. Да, но не вернется, мы не вернем раньше. Давайте же признаем, что она княжа княгиня. Да, и решениями всегда были мудрыми. Да. Верно. Пошли, вернулись от князя. Конечно. Они просили и князя, и княгиню вернуться, потому что без них никак, только они могли мудро править княжество. Да, интересный рассказ получился. Да, но мне уже... Еще минутку. Самое интересное было в том, что когда князь Петр и княгиня оканчивали свои годы, они приняли монашеский кострик. Конечно, как монахов, их нельзя было хоронить вместе по уставу, их хоронили раздельно. Но чудесным образом они снова оказывались в могиле вместе. Когда это обнаружили, их, конечно, снова разделили, но они снова оказались вместе, и их тогда оставили всего с одной перегородкой. И сейчас мы почитаем Петра и Февронию как покровителей брака и семьи. И я понял, что теперь нужно уходить. Но, поверьте, салатика Галина дорогу. Дорогая, я вернулся. Как, Гостя? Было хорошо. Слушай, я так хотела тебе кое-что сказать. Да, говори. Я думаю, ты все-таки должен принять это предложение в работе. Ты так долго этого ждал. А со всеми трудностями мы справимся. Я смогу получить билет, чтобы не дескать. Поверить не могу, что я сейчас слышу. Мне этот случай очень знаком. Так с Петром и Февронией было. Моя жена готова многим пожертвовать ради меня. А я этого даже не замечал. Ведь если мы переедем, детям придется искать в новой школе новых друзей. В жене далеко ездить к своим родителям. Нет, ты знаешь, дорогая, я подумал, мы не будем переезжать, останемся здесь. Мы только как этого хотели. Нет, таково мое слово. Будем здесь. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok